Ну что ж, а мы переходим ко второй части увлекательной истории Вильгельма Гауфа Карлик Нос, которая начнется прямо сейчас Да, подумал Якоб, глубоко вздыхая Не бодрено, что ты не узнала своего сына, матушка Не таков он был раньше, когда ты любила похвастать им перед соседками Ему вспомнилось, как старуха подошла в то утро к матери Все, над чем он тогда смеялся И длинный нос, и безобразные пальцы Получил он от старухи за свои насмешки И шею она у него отняла Как и обещала Ну что, вдоволь насмотрелись на себя, мой красавчик Спросил со смехом Урман, подходя к зеркалу и оглядывая якобы с ног до головы Честное слово, такого смешного карлика и во сне не увидишь Знаете, малыш, я хочу предложить вам одно дело В моей цирюльне бывает порядочно народу, но не так много, как раньше А все потому, что мой сосед, цирюльник Шаум, раздобыл себе где-то великана, который переманивает к нему посетителей Ну стать великаном, вообще говоря, уж не так хитро А вот таким крошкой, как вы, это другое дело Поступайте ко мне на службу, малыш И жилье, и пищу, и одежду Все от меня будете получать А работа-то всего Стоять у двери цирюльни и зазывать народ Да, пожалуй, еще взбивать мыльную пену и подавать полотенце И наверняка вам скажу Мы оба останемся вы У меня будет больше посетителей, чем у Шаума с его великаном А вам каждый еще на чаек даст Якоб в душе очень обиделся Как это? Ему предлагают быть приманкой в цирюль Ну что поделаешь? Пришлось терпеть это оскорбление Он спокойно ответил, что слишком занят И не может взяться за такую работу А после ушел Хотя тело якобы было изуродовано Голова работала хорошо, как и прежде Он почувствовал, что за эти семь лет Сделался совсем взрослым Не то беда, что я стал уродом Размышлял он, идя по улице Обидно, что и отец, и мать Прогнали меня прочь, как собаку Попробую еще раз поговорить с матерью Может быть Она меня все-таки узнает Он снова отправился на рынок И, подойдя к хане, попросил ее Спокойно выслушать, что он хочет ей сказать Он напомнил ей, как его увела старуха Перечислил все, что случилось с ним в детстве И рассказал про то, как семь лет прожил у колдуньи Которая превратила его сначала в белку А потом в карлика За то, что он над ней посмеялся Хана не знала, что ей и думать Все, что говорил карлик про свое детство Было правильно Но чтобы он семь лет был белкой Этому она поверить не могла Это невозможно! Воскликнула она Наконец, хана решила посоветоваться с мужем Она собрала свои корзины И предложила якобы пойти вместе с ней В лавку сапожника Когда они пришли, хана сказала мужу Этот карлик говорит, что он наш сын Якоб Он мне рассказал, что его семь лет назад Украла и заколдовала волшебница Ах, вот как! Сердито перебил ее сапожник Он тебе, значит, все это рассказал? Подожди, глупая Я сам ему только что рассказывал про нашего Якоба А он, видишь, прямо к тебе и давай тебя дурачить Так тебя, говоришь, заколдовали? А ну-ка, давай-ка я тебя сейчас расколдую Сапожник схватил ремень и, подскочив к Якобу, так отхлестал его, что тот с громким плачем выскочил из лавки Целый день бродил бедный карлик По городу не евший и не пивший Никто не пожалел его И все над ним только смеялись А ночевать ему пришлось на церковной лестнице Прямо на жестких холодных ступеньках Как только взошло солнце, Якоб встал и опять подошел бродить по улицам Как же я буду жить дальше? Думал он Быть вывеской у цирюльника Или показываться за деньги я не хочу А мать и отец меня прогнали Что же мне придумать, чтобы не умереть с голоду? И тут Якоб вспомнил, что пока он был белкой и жив у старухи, ему удалось научиться хорошо стряпать И он решил поступить поваром к герцогу А герцог, правитель той страны, был известный, объедал и лаком Он больше всего любил хорошо поесть и выписывал себе поваров со всех концов земли Якоб подождал немного, пока совсем расцвело и направился к герцогскому дворцу Громко стучало у него сердце, когда он подошел к дворцовским воротам Привратники спросили его, что ему нужно и начали над ним потешаться Но Якоб не растерялся и сказал, что хочет видеть главного начальника кухни Его повели какими-то дворами и все, кто его только видел из герцогских слуг, бежали за ним и громко хохотали Скоро у Якоба образовалась огромная свита Конюхи побросали свои скребницы Мальчишки мчались на перегонки, чтобы не отстать от него Полотеры перестали выколачивать ковры Все теснились вокруг Якоба И на дворе стоял такой шум и гомон Словно к городу подступили враги Всюду слышались крики «Карлик! Карлик! Вы видели карлика?» Наконец во двор вышел дворцовский смотритель Заспанный толстый человек с огромной плеткой в руке «Эй, вы! Собаки! Что это за шум?» Закричал он громовым голосом, немилосердно колотя свои палки по плечам и спинам конюхов и прислужников «Не знаете вы разве, что герцог еще спит?» «Господин!» — отвечали превратники «Посмотрите, кого мы к вам привели! Настоящего карлика! Такого вы еще, наверное, никогда не встречали!» Увидев Якоба, смотритель сделал страшную гримасу и как можно плотнее сжал губы, чтобы не рассмеяться Важность не позволяла ему хохотать перед конюхами Он разогнал собравшихся своей плеткой и, взяв Якоба за руку, ввел его во дворец и спросил, что ему нужно Услышав, что Якоб хочет видеть начальника кухни, смотритель воскликнул «Неправда, сынок! Это я тебе нужен! Дворцовый смотритель! Ты ведь хочешь поступить к герцогу в карлике?» «Нет, господин! Я хороший повар и умею готовить всякие редкостные кушания! Отведите меня, пожалуйста, к начальнику кухни! Может быть, он согласится испытать мое искусство!» «Твоя воля, малыш! Ты еще, видно, глупый парень! Будь ты придворным карликом, ты бы мог ничего не делать! Есть, пить, веселиться и ходить в красивой одежде! А ты хочешь на кухню!» «Но мы еще посмотрим! Едва ли ты достаточно искусный повар, чтобы готовить кушание самому герцогу! А для поваренка ты слишком хорош!» Сказав это, смотритель отвел Якоба к начальнику кухни. Карлик низко поклонился ему и сказал, «Милостивый господин, не нужен ли вам искусный повар?» Начальник кухни оглядел якобы с ног до головы и громко расхохотался, «Ты хочешь быть поваром?» «Что же ты думаешь? У нас в кухне плиты такие низенькие! Ведь ты ничего на них не увидишь! Даже если поднимешься на цыпочки!» «Нет, мой маленький друг! Тот, кто посоветовал поступить ко мне поваром, сыграл с тобой скверную шутку!» И начальник кухни снова расхохотался, а за ним дворцовый смотритель и все те, кто был в комнате. Якоб, однако, не смутился. «Господин начальник кухни, вам, наверное, не жалко дать мне одно-два яйца, немного муки, вина и приправ? Поручите мне приготовить какое-нибудь блюдо и велите подать все, что для этого нужно. Я состряпаю кушанье у всех на глазах. И вы скажете, вот это настоящий повар!» Долго уговаривал у начальника кухни, поблескивая своими маленькими глазками и убедительно качая головой. Наконец, начальник согласился. «Ладно, давай попробуем шутки ради. Идемте все на кухню, и вы тоже господин смотритель дворца!» Он взял дворцового смотрителя под руку и приказал Якобу следовать за собой. Долго шли они по каким-то большим, роскошным комнатам и длинным коридорам. И, наконец, пришли на кухню. Это было высокое, просторное помещение с огромной плитой на 20 комфорок, под которыми день и ночь горел огонь. Посреди кухни был бассейн с водой, в котором держали живую рыбу, а по стенам стояли мраморные и деревянные шкафчики, полные драгоценные посуды. Рядом с кухней в 10 громадных кладовых хранились всевозможные припасы и лакомства. Повара, поварята, судомойки носились по кухне взад и вперед гремя кастрюлями, сковородками, ложками и ножками. При появлении начальника кухни все замерли на месте, и в кухне сделалось совсем тихо. Только огонь продолжал потрескивать под плитой, и вода по-прежнему журчала в бассейн. «Что заказал сегодня господин герцог первому завтраку?» Спросил начальник кухни у главного заведующего завтраками, старого толстого повара в высоком колпаке. «Его светлость изволили заказать датский суп с красными гамбургскими клетками, — почтительно ответил повар. «Хорошо. Ты слышал, карлик, чего господин герцог хочет покушать? Можно ли тебе доверить такие трудные блюда? Гамбургских клеток тебе ни за что не состряпать. Это тайна наших поваров». «Нет ничего легче, — ответил карлик. Когда он был белкой, ему часто приходилось стряпать для старухи эти кушани. Для супа дайте мне таких-то и таких-то трав и пряностей, сала, дикого кабана, яиц и каренев. А для клетцок он заговорил тише, чтобы его не слышал никто, кроме начальника кухни и заведующего завтраками. А для клетцок мне нужны четыре сорта мяса, немножко пива, гусиный жир, имбирь и трава, которая называется утешение желудка. «Да, клянусь честью». «Правильно. Какой это чародей учил тебя стряпать. Ты все до тонкости перечислил. А про травку, утешение желудка я и сам в первый раз слышу. С ней у клетки, наверное, еще лучше выйдут. Ты прямо чудо, а не повар». «Вот никогда бы не подумал этого», сказал начальник кухни. «Однако сделаем испытание. Дайте ему припасы, посуду и все, что потребуется, и пусть приготовит герцогу завтрак». Повряд исполнили его приказание, но когда на плиту поставили все, что было нужно, и Карлик хотел приняться за стряпню, оказалось, что он едва достает до верха плиты кончиком своего длинного носа. Пришлось пододвинуть к плите стул, Карлик забрался на него и начал готовить. Повара, поварята, судомойки полным кольцом окружили Карлика и широко раскрыв рот от удивления, смотрели, как проборно и ловко он совсем управляется. Подготовив кушанье к варке, Карлик велел поставить обе кастрюли на огонь и не снимать их, пока он не прикажет. Потом он начал считать. Раз, два, три, четыре. И, досчитав ровно до пятисот, крикнул «Довольно!». Поварята скинули кастрюлю с огня, и Карлик предложил начальнику кухни отведать его с три вне. Главный повар приказал подать золотую ложку, сполоснул ее в бассейне и передал начальнику кухни. Тот торжественно подошел к плите, снял крышки из дымящихся кастрюль и попробовал суп и клетки. Проглотив ложку супа, он зажмурил глаза от наслаждения и несколько раз, прищелкнув языком, сказал «Прекрасно!» «Прекрасно!» «Клянусь честью!» «Не хотите ли вы убедиться, господин дворцовый смотритель?» Смотритель дворца с поклоном взял ложку, попробовал и чуть не подскочил от удовольствия. «Я не хочу вас обидеть, дорогой заведующий, завтраками!» «Вы прекрасный, опытный повар, но такого супа и таких клеток вам состряпать еще не удавалось!» Повар тоже попробовал оба кушанья, почтительно пожал карлику руку и сказал «Малыш, ты великий мастер!» «Твоя травка, утешение желудка придают супу и клеткам особенный вкус!» В это время в кухне появился слуга герцога и потребовал завтрак для своего господина. Кушанье тотчас же налили в серебряные тарелки и послали наверх. Начальник кухни очень довольный увел карлика в свою комнату и хотел его расспросить, кто он и откуда взялся. Но только что они уселись и начали беседовать, как за начальником пришел посланник от герцога и сказал, что герцог его зовет. Начальник кухни поскорее надел свое лучшее платье и отправился вслед за посланным в столовую. Герцог сидел там, разваливаясь в своем глубоком кресле. Он дочисто съел все, что было на тарелках и вытирал губы шелковым платком. Его лицо сияло, и он сладко жмурился от удовольствия. Послушай-ка, я всегда был очень доволен твоей стряпней, но сегодня завтрак был особенно вкусен. «Скажи мне, как зовут повара, который его готовил. Я пошлю ему несколько дукатов в награду». Господин, сегодня случилась удивительная история. И он рассказал герцогу, как к нему привели утром карлика, который непременно хочет стать дворцовым поваром. Герцог, выслушав его рассказ, очень удивился. Он велел позвать карлика и стал расспрашивать его, кто он такой. Бедному якобы не хотелось говорить, что он семь лет был белкой и служил у старухи, но и лгать он не любил. Поэтому он только сказал герцогу, что у него теперь нет ни отца, ни матери, и что его научилась тряпать одна старуха. Герцог долго потешался над странным видом карлика и, наконец, сказал ему, так и будет. Оставайся у меня. Я дам тебе в год пятьдесят дукатов. Одно праздничное платье и сверх того две пары штанов. За это ты будешь каждый день сам готовить мне завтрак и наблюдать за тем, как стряпают обед и вообще заведовать моим столом. Кроме того, всем, кто у меня служит, я даю прозвище. Ты будешь называться Карлик Нос и получишь звание помощника начальника кухни. Карлик Нос поглонился герцогу до земли и поблагодарил его за милость. Когда герцог отпустил его, якобы радостно вернулся на кухню. Теперь, наконец-то, он мог не беспокоиться о своей судьбе и не думать о том, что будет с ним завтра. Ну что ж, вот и подошла к концу вторая часть нашего совместного путешествия. Как вы видите, дела у якобы пошли на поправку, но история на этом не заканчивается. Далее якобы поджидают невзгоды, трудности, как взлеты, так и падения. Скорее включайте следующее видео и вы узнаете, что же там было дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok